А мы вечером приехали на дачу, наконец-то с работы вернулись. По дороге заехали в супермаркет. У нас наступил сезон винограда из Киргизии и Казахстана. Это просто шикарный виноград. Очень вам рекомендую. Я не могу себе отказать в этой слабости. Виноград просто обожаю, как и дыни. Сейчас помою, сяду на качельку и буду наслаждаться. Я планирую завтра укрывать огород, о чем и буду рассказывать вам. Буду готовить его к зиме. Поражают, конечно, розы. У них началось повторное цветение. Но больше того, они набирают бутоны. Если будет осень у нас, как всегда, теплый октябрь, то они, конечно, все успеют зацвести и будет у нас еще красота. Я сейчас пообрезаю вот эти вот все бутоны. Не бутоны, вернее, отсветшие коробочки. Как по законам жанра, у нас в сентябре не должно быть дождей ужасных. Вот такая розища вымахала. Ее нужно будет укрывать. Я прям с содроганием сердца смотрю на это все. Но вот здесь вот у меня космеи, они, конечно, радуют. Я каждую весну думаю, зачем они мне нужны, зачем они мне нужны. Только, ну, как-то смотрится пол лета, они смотрятся ужасно, как будто бы сорняки растут. Надо прицепить ветки. А потом, посмотрите, вот такое облако. Это же прекрасно. Кстати, они прекрасно смотрятся, великолепно смотрятся в букетах. Сейчас составлю букетик осенний. Ой, мы сейчас с вами малинку пойдем соберем. Вот мои розочки. Сегодня много работы. Так что присоединяйтесь ко мне. Приветствую постоянных зрителей, новых гостей канала. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как я буду готовить грядки к следующему сезону. Да, у нас в Владивостоке, где мы живем, где у нас находится дача, еще тепло. Сейчас где-то 25 градусов. И хотя сегодня, знаете, такое было дуновение осени, чувствовалось, весном, весь сентябрь у нас, как правило, всегда теплый. Мы купаемся до начала октября. Может быть, этот год будет другой, потому что нас весь август заливало. Вы, наверное, слышали и смотрели в новостях, как у нас на 1 сентября дети в Уссурийске, например, плыли на лодках. Как в Андреевке у нас смывало целые дома прямо в море. Разрушено много дорог, отрезаны населенные пункты. Но я надеюсь, что в скором времени все восстановится. Но, тем не менее, сезон огородный из-за этого у нас закончился намного раньше. Обычно грядки я готовлю к следующему сезону. Закрываю где-то в конце октября. Даже в начале ноября это бывает. Но в этом году у меня есть возможность зато записать для вас ролик пораньше. Сразу скажу, что это шок-контент. Шок-контент для многих людей, потому что сколько я веду свой канал, больше двух лет уже на Ютубе и два года на Дзене, постоянно у меня возникают ко мне различные вопросы, можно сказать, даже угрозы. Я уже вот такая красненькая, потому что я сделала часть работы. Сейчас я вам покажу, что у меня на огороде сейчас еще осталось. Конечно, урожай мы будем продолжать собирать. А что мы будем продолжать собирать, я сейчас вам тоже покажу. Хотя в прошлых роликах я уже тоже вам показывала, как собирала урожай редиса. И он, в принципе, у нас будет достаточно долго. То есть я думаю, что до конца сентября мы точно будем редиску, рокулу, салаты собирать. Сейчас вам все покажу. В чем шок? А шок в том, что я не буду копать свои грядки. И так я уже делаю. Я делаю так постоянно. Я не копаю грядки. А технологию всю подготовки. Грядка у меня готовится буквально за 10 минут. Я убираю, если есть какие-то сорняки. И все. Дальше одно действие, которое я сейчас покажу. И грядка готова к зиме. Это у многих будоражит сознание. И они начинают мне писать, зрители и читатели, что как же слизни, как же муравьи, как же все прочее. Я хочу сказать, что я на своем канале, заходите, смотрите. Даже можно это сделать без подписки. Честно показываю все урожаи, которые я собираю. Как я их собираю. То есть вы видите, как я не пропалываю грядки. Как я их просто мульчирую. Все лето. В этом году даже и поливать не приходилось абсолютно. Что касается муравьев. Вот вы видите за мной сейчас. Там небольшой участок газона. Внизу у нас газон, который я показывала неоднократно в своих видео. Муравейники убывают и на газонах у нас. Поскольку живем мы возле лесополосы. Вот такие у нас кедры. Кстати, сегодня еще покажу удивительную вещь. У нас растут грибы прямо на нашем участке. Сейчас расскажу, какие. Пойдем сходим за грибами. Ну так вот. Хочу сказать, что наличие муравьев не зависит от того, мульчируете вы или не мульчируете. Ведь согласитесь, что у людей, которые не мульчируют огород свой и грядки, также есть и слизни, и муравьи. Я все-таки полагаю. Дело в том, что у меня минимум этих слизней у меня в теплице в этом году вообще не было. Муравьи иногда появляются. Я сразу же нашатырным спиртом поливаю дорожки, по которым они идут, и они исчезают. Они от нашатырного спирта не погибают. Но им не нравится вот этот вот запах нашатырного спирта, и они уходят. Какие у вот этого способа подготовки грядок зиме больше плюсов, чем минусов? Ну, во-первых, это ваше здоровье. Во-вторых, это ваше время. Время в наше время, извините за тавтологию, но это самое ценное, что у нас есть. Ведь пока вы копаете грядки, кто-то отдыхает, кто-то входит в лес за грибами, кто-то купается, как в нашем регионе. Поэтому я не хочу тратить свое драгоценное время. Но при этом огород у меня всегда в порядке, а урожаи просто зашкаливают. Каждый год я их раздаю, стараюсь сажать все меньше и меньше, а урожая достаточно. Поэтому присоединяйтесь, давайте вместе готовить грядки. Кстати, на эту тему у меня уже много видео. Вы можете пересмотреть все и в каждом найти для себя что-нибудь новенькое. Все ссылки на видео по этой теме, по теме грядок. Грядки у меня тоже необычные. Это высокие грядки, которые мы делали сами. Сделаны они из лиственницы в две доски высотой по 15 см, то есть грядки 30 см. Об этом у меня есть тоже подробное видео, как мы их делали. Но тем не менее, осенью я обязательно, когда подготовлю все грядки к зиме, здесь урожай соберу. Я обязательно сделаю вам еще одно видео на эту тему. Подробно покажу, как сохраняются грядки. У нас уже 5 лет эксплуатируются, как они сохраняются, в каком состоянии. Ну и более подробно о том, как мы их делали с фотографиями. Итак, сейчас показываю, что я сделала на сегодняшний момент. И что у меня еще остается в огороде. Ребята, не забудьте подписаться на канал, если вам эта тематика интересна. Но кроме того, не только эта тематика. У нас с мужем канал о нашей жизни в Владивостоке. Мы как мы отдыхаем в бухтах всяких разных, у моря, у океана. Поэтому добро пожаловать. Итак, что у меня остается на сегодняшний момент? На сегодняшний момент у меня остается базилик. Еще недели 2-3 он точно хорошо будет расти. Я его сейчас поободрала. Ну, для еды, на салаты и так далее. Все лето мы делали песто из этого базилика. И еще он нам немножко послужит. Вот здесь я собрала очередную партию лука-порей. Потихонечку его собираю. И мы его кушаем. Здесь у меня еще растет острый перец-колокольчик. Он будет обязательно доспевать. И поспеет, даже не сомневайтесь. Что у меня, хотела сказать, что остается. Остается небольшая вот такая часть лука-порея. Смотрите, вот здесь у меня растет. Вот здесь я его убрала. Вот здесь у меня растет рукола. Так, мне надо подходить с другой стороны. Сейчас вот так буду идти. Здесь у меня растет небольшое количество руколы, которые мы едим. И салатик. Дальше. Все остальное пустое. Видите, я собрала траву, которая здесь выросла. Так. Дальше. Морковки несколько нашла. Вот еще тут пучок остался. Дальше. У меня остается еще это чебрец. Я сюда его отсадила. У меня чебрец получается на этом конце грядки. И вон на том конце грядки вместе с базиликом. Здесь у меня зеленый лук. Также немножко. Видите, в разное время посажены лук-порей. В прошлом году лук-порей, окончательно урожай, я собрала 15 ноября. Я его выкапывала прям уже из подмерзшей земли. Он прекрасно сохраняется. Об этом тоже есть видео. Я ссылочку на него оставлю. Посмотрите. Там я собрала капусту кейл. И в теплице у меня вырос щавель. И собрала еще вот как раз лук-порей. Согласитесь, что в ноябре собрать лук-порей, ну это милое дело. Но это, конечно, в случае нашего региона. Потому что весна, осень у нас, как правило, такая затяжная достаточно. С этой стороны у меня в кашпо дозревают острые перчики. Это колокольчик и другие. Кстати, я собираю семена перцев удачных. И своим подписчикам телеграм-канала высылаю в подарок. Кто просит, кто следит за моими выпусками, те знают об этом. Заходите, подписывайтесь в телеграм-канал. Можете мне написать, что хочу семена того или иного перца. И я вам в подарок могу его выслать. Здесь у меня грядка с клубничкой. Я ее сейчас тоже подполола. Убрала лишние кусты, которые мне в этом сезоне не понравились. Вот видите, пустые места. И сейчас вот с этой грядки, здесь у меня удачная вся клубника, я часть пересажу на то место. Здесь физалис уже заканчивает свое плодоношение. Немножко осталось баклажан. Если будет сейчас продолжаться весь сентябрь, теплая осень будет, то обязательно баклажаны дадут мне еще урожай. Смотрите, здесь, во-первых, висят еще, но они в этом году, баклажаны, конечно, просто такие поганенькие из-за того, что они растрескивались от обилия воды. Просто не выдерживали. Вот так я сейчас все поубираю. И здесь есть завязи, видите? Вот завязи достаточно. В принципе, неделя, и это будет полноценный баклажан. Поэтому баклажаны я пока оставляю. Здесь же у меня еще есть базилик. Кстати, ребята, часть растений я буду забирать домой для зимнего огорода. Это будет рукола, это будет салат. Вот здесь посмотрите, какой хорошенький салат. Он еще долго будет расти, только пошел в такую полную силу. И я обязательно вам расскажу, как я буду делать зимний огород. Ну, а вот здесь как раз вот эта редиска, которую мы сейчас едим. Вот она. Уже достаточно крупная. Можно ее спокойно собирать. А вот здесь вот редис, который я через неделю от этого посеяла. То есть там он тоже будет скоро достаточно крупный. Ну и что еще? Сельдерей. Я сегодня тоже соберу его. Уже хватит. Так, по максимуму хочу сегодня грядки закрыть. Это сельдерей вот такой корневой. Это сельдерей черешковый. Так, здесь продолжает у меня просто засыпать урожаем бамия, которую я больше сажать и буду, поскольку мне она, ну, как-то вот, знаете, в еду не пошла она. Ну, то есть смысла, считаю, в ней нет. Кабачки посаженные 1 апреля продолжают давать урожаи. Видите, сколько завязей. Вон они. Вот. Да, эти кабачки вы не ослышались. Я посадила 1 апреля в ящики. Вот это один кабачок. Вот его ящик, который я потом прикопала. Многие мне пишут, что ничего не получается с этих кабачков. Ребята, все получается. У меня два растения. Вот этот и вон еще ящик. Но там кабачок кавили был. Он, к сожалению, просто у меня утонул. Ну, сгнил из-за того, что было очень много воды, несмотря на то, что высокие грядки. Казалось, вода, конечно, уходит быстрее, чем просто из грядок. Но все равно один ясмин вот этот сохранился. И вот он продолжает плодоносить, мой хороший. А тот не сохранился. Вот. Так что сейчас я освободила большую часть грядок, которую смогла. Видите, прополола. Вот они мои кучи земли. Ой, не земли, а травы. Вот. Сейчас все это уберу и буду готовить к зиме. Значит, что нужно первонаперво сделать? Я вам показывала в одном из видео, как я разводила фитоспорин. Обязательно грядки проливайте фитоспорином. Обязательно делайте это осенью. Особенно, если вы не проливали их в течение всего сезона, не поливали. Я дело в том, что вам говорила, что я каждые 15 дней опрыскиваю растения фитоспорином, весь огород и теплицу. Ну вот, так как у нас были затяжные дожди, то я в последнее время этого делать не могла. Вот видите, у меня здесь еще чабрец цветет. Сейчас соберу тоже на сушку. Вообще запахи просто великолепные. Все лето я использую фитоспорин, поэтому я сейчас проливать грядки не буду. Дальше. Мы ни в коем случае не копаем грядки. Забудьте о лопате. Посмотрите, вот это не копанные грядки. Я сейчас с них просто немножко убрала сорняки. Их буквально было поверхностно. И я сейчас вам покажу, как выглядит грунт. Посмотрите, зачем его копать. Вот он. Его можно просто рукой, причем я могу рукой на всю глубину туда пройти. Но я этого делать не буду, поскольку не хочу нарушать структуру почек. Значит, пролили фитоспорином обязательно. Если у вас очень сухая земля, давно не было дождей, сначала поливайте. Грядки вы должны перед тем, как укрываете, обязательно пролить. Пролейте водой, пролейте фитоспорином. И дальше мы будем укрывать. Укрывать я сегодня буду скошенной травой с газоном. Если у вас нет такого большого количества травы, берите укрывной спонбонд, черный, вот такой, и накрывайте грядки этим спонбондом. Я сейчас вам покажу, как я буду укрывать травой. Я сейчас могу открыть путь. Че? Смотрите продолжение в следующей серии. Хочу рассказать и показать вам за счет чего образуется структура почвы, когда мы не копаем. Смотрите, вот я вытащила из земли сейчас сельдерей корневой. Вот если и когда люди вытаскивают вот таким образом салаты, перцы, баклажаны и так далее. Вот эта вся корневая система, видите какой пучок корневой системы, вы выдернули из нее, из земли. Но если, видите как много этих корней, я убираю урожай вот таким образом. Я отрезаю плод, отрезаю баклажанок, отрезаю перец, помидор когда убираю. Все, видите, что происходит при этом. Так, отрезала плод. Все, вот этот весь объем корневой системы, корней, остается в грунте. Он за зиму перепревает объем корневой системы, вот эти корешки. Сначала они замерзают, потом они перепревают. И получается в земле остается такая разветвленная система капилляра, в которую потом попадает вода, попадает воздух. То есть и следующее поколение растений, которое вы будете сажать на эти грядки, оно будет питаться этими водой, воздухом. Ну и если вы поливаете удобрениями, то, соответственно, будет питаться и удобрениями. Вот в чем смысл. То есть никогда я не вытаскиваю, не вырываю растения с корнем, чтобы вот эта вот корневая система, она оставалась в грунте. Хочу собрать чабрец на сушку, на чаек. Вот так прям буду обрезать, а он опять потом нарастет. Так прям буду. сейчас попробуем собрать осенний букетик я тут набрала всяких разных цветов кстати вот такой последний последние моды или тренд не знаю вставляют букеты веточки малины прям с ягодками ремонтантной малины вот поэтому я решила взять хотя можно и малину я решила взять ветку этого шиповника она будет придавать такую осеннюю ноту я для своих букетов использую вот такой чайничек он низенькие получаются такие круглые объемные красивые букеты смотрите ветка уже сама по себе можно ее просто поставить вот так вот с ягодами если даже у вас нет никаких других цветов поставьте ветку ремонтантной малины или веточку шиповника видите как красиво и осенний букет у вас но я хочу раскрасить так как у нас все еще сохраняется тепло сейчас я сюда немножко других красок поставлю и будет мне кажется красиво посмотрим Продолжение следует... 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 Продолжение следует...